Так, значит, сейчас мы будем заниматься математическими принципами шифрования. То есть, что нужно для того, чтобы разобраться в современных шифрах. Но предварительно я как бы сделаю такое введение небольшое. Вот как вот вы хотите передать вашему другу, да, некоторую скрытую информацию. Но при этом информация появится после. А большой брат увидит все. Все, там, да. Значит, да. Итак, смотрите, как вы можете, в принципе, договориться. Вы договоритесь так, что у вас есть некоторое простое число. Я люблю число 13. Я родился 13 декабря. Вчера мне исполнился 551 месяц. Ровно. Ну вот, соответственно, да, можете прикинуть, сколько лет. 13 — это простое число. Значит, это важно. Это мы потом разберемся, почему это важно. И вот мы договариваемся. Я говорю, что вот мы до взаимодействия. Дальше я уезжаю, где-то там далеко узнаю важную информацию, должен ему передать. Уже мне единственное, что я могу сделать после этого, это вывесить ее в интернете. Но при этом вот об этом мы уже договорились. Значит, я информацию перевожу в число, и он берет остаток отдельно на 13. То есть он знает, что надо брать остаток отдельно на 13, но еще не знает, какое будет число. И вот я ему пишу там миллиард 089-975547 и передаю в эфир. Но, допустим, мы с ним там какую-то очень важную, секретную делаем. Что-то важное, секретное для страны. И какие-нибудь страшные враги хотят это раскодировать, да? Какие-нибудь хотят узнать это. И вот они берут и перебирают, заразы, такие остатки по всем подряд простым числам. И пытаются раскодировать наш ключ, да? И, ну, получается, что в конце концов они дойдут до 13 и раскодируют такие, да? Значит, надо послать какое-то число, которое будет значительно больше. Значительно больше. Ну, например, 2 в сотой. Ну, в принципе, они тоже могут пытаться кодировать. Но если здесь вместо 13 написано, например, 2017. 2017 это простой год, простое число. То, блин, долго надо будет к тому идти пока, да еще каждый раз проверять, да? А если здесь не 2017 какой-нибудь размеры там с миллионы, простое число. Ну, в общем, вот тут уже возникает возможность их как-то обвести. То есть, ну, или, например, если я посылаю несколько таких чисел, да? И эти несколько чисел я беру остатки от деления там по каким-то наперед заданным простым. То угадывание становится уже, ну, ситуация нереальная абсолютно. То есть, если я договариваюсь, что я беру, что я в эфир передаю несколько чисел. И мой получатель сигнала, мой, значит, товарищ по этому делу. Он знает, что вначале надо взять по модулю 13, потом по модулю 101, потом по модулю 2017, да? Ну, то есть, как бы он знает вот эти вот по модулю, значит, отделение на. Прошу прощения, я начал санк использовать математический. Число А по модулю числа М по определению означает остаток от деления А на М. Каждый раз, когда я сегодня в течение полутора часов буду произносить, что что-то по модулю чего-то, всегда имеется в виду это. Так вот, я ему продиктовал эти несколько модулей, и после этого наш шифр уже не взломаем совершенно. То есть, как бы, ну, они же не могут угадать все модули, да? Один раз они угадают, ну, 5 или 6 они не угадают. Остается вопрос, а как быстро вычислять такие огромные числа? Вот мне нужно, чтобы его так сделать, да? Ну, по модулю, как бы, 2017, там все равно без компьютера ты не обойдешься. Давайте, как быстро вычислить? Вот, как бы, ну, в компьютер будет заложена примерно такая же процедура для более больших чисел, только здесь надо будет вот такое уже число посылать, чтобы был, чтобы... Да. Ну, то есть, на компьютере вот это делается быстро, без компьютера это не делается вообще никак. Ну, как бы, ну, то есть, совсем, да, долго. Вот. Но вот, скажем, вот смотрите, вот это, оказывается, очень быстро делается и без компьютера. Вот сейчас я вам за несколько минут, за несколько секунд скажу, чему оно равно. Я сейчас произведу странные операции. Следите за руками. 2 в сотой равно 2 в четвертой умножить на 2 в девяносто шестой. Есть ли кто-то, кто с этим готов поспорить? Таких нет. А зачем мне, значит, девяносто шестой? Оно на что-то делится. Девяносто шесть. Девяносто шесть делится на двенадцать. Да. Значит, это 2 в четвертой, то есть 16 умножить на 2 в двенадцатой какой? Восьмой. Восьмой, как говорит кто-то из грамотных старшеклассников, да? Х степени А и еще раз степени В, это х степени АВ. Это то, что мне нужно знать. То, что нам всем сегодня надо будет знать. Но теперь смотрите. А теперь я утверждаю, что это то же самое, что 16. По модулю 13. То есть 3. Я вычислил. Я точно знаю, что 2 в сотой дает остаток 3 при делении на 13. Как? Оказывается, что 2 в двенадцатой обязательно равно единице. По модулю 13. А как это доказать? И вообще что это? Так вот это и есть малая теорема Ферма, которой мы сегодня и будем заниматься весь день. Итак, формулировка. Вот у нас уже было с младшими уравнения Пелли, которые на самом деле Ферма. Есть великая теорема Ферма, которую знаете вы все. Да, x венны плюс y венны не равно z венны. А есть малая теорема Ферма, которая является самой главной основой всех вообще ключей шифрования и кодирования. Без нее ничего не работает и не сработало бы никаких кредитных карточек, бы не было ничего. Люди, которые занимались этой арифметикой в 17 веке и в 18 потом, они даже немножко некоторые из них гордились тем, что они делают что-то, что никогда не будет применено на практике. К концу 20 века стало очевидно, что они делали самый важный инструмент на практике вообще на сегодняшний день. Итак, малая теорема Ферма утверждает следующее. Пусть П простое число, любое П простое число, а некоторое число А не делится на П. Тогда остаток отделения А в П минус первый на П равен единице. Все оставшееся время мы будем доказывать эту теорему несколькими разными способами. Это первый кирпич современной высшей арифметики. И любой мат-класс, абсолютно любой мат-класс, который есть в Москве, в Питере, в других городах, которые на Олимпиадах все время отмечаются, это обязательная программа всех мат-классов, 100%. И сегодня я вам тоже это все поведаю, вы будете это знать. Смотрите, это такая, это суперобщая, общий факт. То есть вы берете абсолютно любое простое число. И абсолютно любое число, которое на него не делится. Ну, по сути, можно взять остаток просто, потому что если я взял вот это число, вычислил остаток отделения на П и сравнил, например, с числом А плюс П в П минус первый, да? Вот если, или А минус П там, ну, плюс-минус там кратное П, да? Если я возвел в П минус первую степень, то по модулю П это то же самое будет, что и А в П минус первый. Потому что если мы... Мне немножко пригодится сегодня формула бинома Ньютона. Старшие ее знают, младшие, наверное, еще не знают, да? Бином не... Да, я расскажу, и вы узнаете, правильно. Ну, в общем, если посмотреть, что происходит при возведении в степень, то все последующие будут делиться на П. Все последующие, вот кроме А в степени П минус один, все последующие в этом длинном выражении, когда я раскрою скобки, будут уже содержать множитель вот этот, и значит делиться на П. Ну, в принципе, можно и без бинома Ньютона понять, потому что... Смотрите, что происходит при умножении... Ну, вот, скажем, я умножаю, да? А плюс 2П умножаю на там А плюс 2П еще раз, или даже на А там минус 3П. Вот что у меня происходит при раскрытии скобок? У меня возникает А квадрат, да? А дальше все остальное делится на П. Все. И это делится на П, и это, и тем более еще и 2П квадрат тоже, да? То есть, когда я раскрыл скобки, все поделилось на П, кроме вот этого вот первого. Вот этот момент понятен? Поэтому утверждение вот этой теоремы, оно по сути утверждение только про остатки отделения А на П. То есть, его достаточно, вот это утверждение достаточно доказать для единицы, двойки и до П минус 1. Вот, все. Если я докажу про каждое из таких чисел, то любое другое число, которое не делится на П, оно отличается от какого-то из этих на кратное П. И тогда остаток будет тоже равен единице. То есть, можно заменить на такое, что пусть П простое число, а А равно 1, 2 и так далее, или П минус 1. Ну, или как математики говорят, принадлежит вот этому множеству. Тогда А в П минус 1 дает остаток 1 определения на П. То есть, я заменил, как бы я немножко ее сузил, да? Я вроде как сузил, но на самом деле из нее следует и предыдущее утверждение тоже. То есть, достаточно доказать вот это утверждение. Можно именно его считать малой теоремы Ферма. Вот, значит, теперь мне потребуется некоторое вступление. Вступление называется делимость и простые числа. Давайте я все сотру. Кроме малой теоремы Ферма, которая будет теперь висеть до конца наших сегодняшних двух уроков. Оно будет здесь висеть. Так, простые числа и делимость. Основная лема. Если А и Б не делятся на П, где П простое, то А умножить на Б тоже не делится на П. Эту лему, скорее всего, вы все знаете из младшей математики, как нечто, ну, очевидное, да? То есть, это часто преподносится, как такой вот факт, который упал с неба, и он просто верен. Вот про простые числа это так. Но на самом деле он требует доказательства, и мы его проведем. Мы сейчас его проведем. Он эквивалентен основной теореме арифметики, а разложение на простые числа. Соответственно, одной из побочных целей сегодняшнего дня является доказательство основной теоремы арифметики, что чрезвычайно тоже полезно для общего образования. Ну что, сейчас будем доказывать. Но предварительно, смотрите, сейчас я проведу некоторые приготовления, чтобы было просто веселее. В некотором царстве и государстве, называемом Вавилон, 60 играло ключевую роль. А вы, наверное, знаете, да это? Да, в Вавилоне была шестиистеричная система. Предположим, что в экономике Вавилона есть только две купюры денежные, 60 и 101. А кто-то кому-то задолжал один рубль. Ну вот один, самую маленькую сумму. Ну не рубль, как он там назывался у них. Какой-нибудь деньга. Действительно, рубль это ж... Это странно. Но пусть будет рубль. Итак, существует только два вида купюр. Купюры достоинства в 60 рублей, и купюры достоинства в 101. Нужно в одну сторону отсчитать некоторое количество купюр в 60, а в другую некоторое количество купюр в 101, чтобы получить единицу. Сейчас я первым делом докажу, что это возможно. А потом покажу метод, как это делается. Восьмые классы сразу кое-что узнают. Итак, смотрите, что я сейчас делаю. Вот сейчас, как бы, сейчас место в карьер. Сейчас будет, ну, как бы, утверждение, которое не очень простое. Его, как бы, его нужно осознать. Значит, смотрите. Рассмотрим всевозможные суммы, которые можно таким образом передать в одну или в другую сторону. Как записать их с помощью буковок? Вот какие суммы можно передать в этой экономике Вавилона? Как записать? Вот сколько-то купюр в одну сторону и сколько-то в другую. Ну, вот, то есть, как бы, кто-то кому-то передал какое-то количество таких купюр, а потом, значит, какое-то количество таких. Как написать в виде выражения, вот, с какими-то буковками? Да. 60А плюс 101Б. И здесь А и Б имеют произвольные знаки. Это просто целые числа. Кстати, еще одно, вот, что я бы сразу изменил в школьной программе, это с детского сада уже к отрицательным числам приучал. Вот, совершенно бессмыслица, что люди вначале, дети знают много времени положительно, а потом только узнают, что есть отрицательное число. Это пережиток далекого-далекого прошлого, что в прошлом... Самое страшное, когда приходят к нам и говорят, ой, это ловушка. Какая ловушка. Минус 3 градуса бывает, да, а минус 3 числа нет. Нет, слово есть, да, объекта нет. Знаете, такое неприличное выражение. Вот. В общем, в данном случае тоже. Морозы бывают, да? Из лексикона математика в слове ловушка. Ловушка. Да, в общем, конечно, конечно, ясно, что ровно вот это и есть множество всех, ну, всех как бы денежных, всех возможных денежных перерасчетов, да, в положительную или в отрицательную сторону. Так вот, я сейчас буду доказывать, что один из этих перерасчетов равен единице. Буду доказывать от противного. Знаете, что такое от противного, да? Значит, и так, предположим, что вот эту единицу я не могу никак набрать. Давайте я наберу какое-нибудь самое маленькое положительное количество. Вот есть какое-то число d, которое можно так набрать. d равно 60 умножить на m плюс 101 умножить на n. Вот оно есть. Оно где-то есть, а вот здесь уже нет ничего. То есть я не могу никаким образом передать меньшую сумму. Такое число d существует, очевидно, да? Ну, например, потому что 60 можно передать? Можно одной купюрой, да? Ну, вопрос, меньше 60 можно что-то передать или нет? Ну, если нет, то d равно 60. На самом деле можно, потому что если 101 в одну сторону 60 в другую, то получится 41, да? То есть на самом деле можно, но мы это можем даже пока не знать. То есть априори это либо 60, либо что-то меньшее. Хорошо, ну смотрим просто одно с другим. Перебираем и смотрим, сколько можно передать, сколько нельзя. В конце концов окажется, что есть такая сумма, которую еще можно, а вот никакую меньшую уже нельзя. А теперь контрольный вопрос. Какую следующую сумму можно передать? После d. Если d это минимальное, то какую следующую можно? 2d. Вам нельзя. Но действительно 2d. Ну, 2d это просто 62m и 101 на 2n, да? Ну, то есть это очевидно. А почему нельзя ничего вот здесь? Потому что? Потому что не выполнить. Не, ну давайте докажем. Вот предположим, что кто-то сумел передать вот такую сумму. Как привести в противоречие с тем, что d это минимально возможная сумма, которую можно передать? Да. Вычесть d. То есть я, вот если я передал такую сумму, то передавая d по вот этой схеме после этого, я передаю вот такую. А это запрещено. Значит, и этого не может быть. Все. То есть, ну ясно, что дальше то же самое идет, да? То есть опять будет мертвая зона между 2d и 3d, между 3d и 4d и так далее. Ну, по понятным причинам, да? Как только здесь появляется что-то, что можно передать, я делаю несколько раз передачу d и попадаю в мертвую зону, которой по условию нет. Так. Это половина сложности. Половина сложности. Понятно. То есть, если я умею передавать d, а меньше не умею, то на самом деле верно, что я умею передавать только кратные этого d. Их и только их. Вот с этим утверждением вы согласны? Да. А теперь смотрите. Я умею передавать 60? Да. А значит, 60 это кратное d. Я умею передавать 101? Нет. А значит... Как я, одной бумажечкой? Значит, 101 кратное d. Да. Единственное число, которое делит из 101 на 60, равно единице. Противоречие. Все. Так. Это сложно, это сложно. Это в Советском Союзе убрали, в учебниках Киселева это было. И в царских гимназиях каждый выпускник знал это на зубок, иначе выгоняли. Потом сказали, у нас массовое образование, придется снижать уровень. Вот с какого это года пошло? Нет, это уже где-то после войны. Ну, это где-то там, да. То есть упрощения уже пошли. Когда говорят, что наши реформы, это после Советского Союза, на самом деле они начались еще раньше. И реальный, реальный спад, в общем, ну так, с точки зрения большого специалиста в области образования, Алексея Игоревича Любжина. В общем, после 17-го года, на самом деле уже. То есть, как бы по-настоящему учили при царе. Дальше уже началось. Ну, это медленно ухудшалось, очень медленно. То есть, это как бы еще долгое время. Ну, а в мат-школах учили очень хорошо. То есть, это как бы было все равно расслоение на это и это. То есть, объявлено было как бы массовое образование, а реально все равно происходило. Ну, ладно, это все как бы это совершенно не о том, чем я хочу. Я хочу сказать, что это означает. Ага. Это означает. Ничего-ничего, все хорошо. Это означает, что при некоторых m и n, при некоторых m и n, 60 умножить на m плюс 101 умножить на n равно единице. Существуют такие m и n. То есть, можно передать единицу. Вы меня спросите, как? Сейчас покажу. Но вот это уже будет фокус без объяснения. Хорошо? Объяснение вы получите, если будете изучать высшую математику. Сейчас будет фокус без объяснения. На самом деле, сегодня главное, что передать можно, а техника передачи, она уже второстепенна. Значит, и так. У нас 60 и 101. Смотрите, что я сделаю. И сейчас те, кто были на предыдущих уроках, сразу узнают, что происходит. 101 делить на 60 равно 1 плюс 41 делить на 60. Так, ну что, младшие, диктуйте, что дальше? Так, я делаю странные манипуляции для старших, да? Я делаю странные манипуляции, сейчас поймем, зачем. Так, 1 плюс 1 делить на сколько здесь? 1 плюс... А, 1 плюс... 19. 14 и 41. 41. Или 1 деленное на 41. Точно. 1 делить на 41 девятнадцатую. Сколько 41 девятнадцатую? Сколько? Это 2. 2 и... 3 девятнадцатых. 3 девятнадцатых — это 1 делить на 19 третьих. Это на 6 целых 1 третий. 1 третьих. Да. А теперь, внимание, вот этого уже не было у нас на первом уроке. Я делаю следующее. Я делаю ампутацию вот этой конечности. И пишу знак примерно равно. Сейчас увидим. Теперь я пишу, чему она равна. Обратно. Ампутировал, теперь назад. Ну-ка. 2 плюс 1 шестая. 13 шестых. Переворачиваем в 6 тринадцатых. 19 тринадцатых. 13 девятнадцатых. 32. 19. А теперь, внимание. 32 на 60. Минус 19 на 101 равно единице. 1920 минус 1919. Фокус-мокус, дорогие друзья. Фокус-мокус. Поэтому, чтобы передать единицу в Вавилонском государстве, нужно 32 раза передать купюру 60, а обратно 19 раз купюру 101. И будет у вас единица. Так, теперь, при чем тут это? При чем тут это? Давайте я все здесь сотру. Вот все. И вместо 60 и 101 напишу А. И что? Нет. П. Да. Мне нужно простое число здесь. Одно из них должно быть простым обязательно. Итак, в некоторой экономике есть купюры размером А и размером П. Понятно ли, что в силу того, что... Да, ну я здесь вот условие, что А не делится на П. Но если бы в этой экономике еще и А делилось на П, то купюру А была бы как бы лишней, да? Вот. Значит, соответственно, вот у нас в экономике А не делится на П. Я утверждаю, что тогда можно передать любую сумму. То есть вот такие существуют. Существуют. Знаете, такой значок, да? Существует М и Н, которые целые. Это вот так обозначается. То есть есть два целых числа М и Н. Такие, что в одну сторону А купюры, в другую сторону... Ой, в одну сторону М купюр достоинством А, в другую сторону Н купюр достоинством П. Простое. Будет единица. Всегда есть такие числа. Понятно ли, что доказательства, которые я провел, абсолютно идентично здесь проводятся? Абсолютно. То есть что? К чему мы приведем? Мы приведем, что есть какое-то D, да? Которое минимальное из всех, которые можно передать. Но так как можно передать А и можно передать П, то мы получим, что и А и П должны делиться на D. То есть проведем то же рассуждение, вот один в один, то, что мы уже проводили. Проведем то же самое рассуждение, но теперь уже с купюрами А и П. Какую-то минимальную сумму D можно передать положительную. Я пока не знаю, какую. Но те же соображения, которыми мы пользовались при доказательстве про 60 и 41, нам говорят, что если можно минимально передать D, то передавать можно вообще только кратные D. 2D, 3D и так далее. Но тогда ясно, что и А, и П являются кратными D. Из нижнего следует, что D равно чему? Не совсем. Либо П. Значит, из нижнего следует, что D равно либо 1, либо П. Вот отсюда. Следует, что D равно 1 или П. Однако, если D равно П, то из верхнего, что следует? Что А делится на П. А это неверно по условию. Значит, D равно 1. Ну, то есть, варианта только 2. Раз у нас это D, передаваемое количество, является делителем простого числа, то это передаваемое количество минимально возможно. Оно либо само это простое число, либо единица. Но само простое не может быть, потому что оно должно быть делителем и А тоже, а А не делится на П. Значит, это единичное количество. И мы фактически доказали, что всегда есть решение вот такого уравнения. Это очень важное утверждение. Всегда есть решение вот такого уравнения в целых числах. Это еще и построение там правильных многоугольников здесь. Там куча всего. То есть, это такое, то, что можно решить вот это уравнение, найдя всегда такие M и N. Это чрезвычайно важный кирпич математики. А теперь я продолжаю. Я продолжаю доказательства вот этого факта. Итак, у меня есть два числа, которые не делятся на P. Берем первый из них, записываем так. Имею право умножить это равенство на B. Имею право. Умножил? Да. Это делится на P? Ну, конечно, оно кратно P прямо по построению, да? Если вот это делится на P, если AB делится на P, то сумма двух чисел, которые делятся на P, тоже делится на P. Если это, то и сумма, то и число B делится на P. Про-ти-во-ре-чи-е. Рассуждение закончено. Значит, произведение двух чисел, которые не делятся на P, не может делиться на P никогда. Так. Ну что, мы доказали основную лему, однако. Согласны, да? Мы доказали основную лему. Чуть позже я из нее за пять минут выведу основную теорему арифметики про разложение на простые множители чисел. Но в данный момент мне, на самом деле, я не хочу отвлекаться от малой теорема фирма, я хочу двигаться к ней. Поэтому давайте просто запомним вот этот факт. Вот он. Значит, вот полное доказательство. Вот. Ну, так сказать, вот так. Так. Проходили там, ну, полгода где-то, царской гимназии с полгода занимались вот этим фактом и его всяким осмыслением со всех сторон. Не двигаясь дальше. Потому что дальше все на этом завязано. На основе теоремы арифметики завязана вся остальная часть математики. И без нее никуда нельзя деться. Хорошо. Значит, я оставлю только это утверждение. Теперь я займусь таблицами умножения. Вы спросите, что за ерунда? Их во втором классе проходят, да? Даже сейчас. Ну, сейчас, может, встретим, не знаю. Но это будут такие особенные таблицы умножения. По модулю числа m. Я сейчас буду умножать по модулю какого-то числа m. Ну, например, таблица... Давайте 0 уберем из таблицы умножения. 0 при умножении на любое число будет равен 0. Значит, я сейчас буду умножать с точки зрения делимости на какое-то число. 0 означает, что некоторое число делится на него. Но тогда на что ни умножай, будет все равно делиться результат. Поэтому я его выкинул. Остатки отделения на m бывают такие. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее m. Ну, давайте, например, нарисуем таблицу умножения на 6. Ой, извините, таблицу умножения друг на друга по модулю 6. Вот сейчас вы поймете принципы построения этих таблиц. Я просто умножаю каждый раз и беру остаток отделения на 6. И все. Смотрим. Первая строка. Диктуйте. Да, первая строка выглядит очевидным образом. Последняя будет выглядеть вот таким. Вот. Но это уже надо проверять. Но тем не менее, на самом деле, они все будут такими вот. Симметрией перевертывания. Симметрией отражения от центра. Следующая строка интересно выглядит. Это, напоминаю, остатки отделения на 6 пишем. 2. Сколько здесь стоит? 4 стоит. Так, теперь взрослые молчат. Дважды 3. 0. Кто сказал 0? Кто сказал 0? 0. А это 2? А это 2? А это 2? А это 2? 0. Кто-то стеснился. Сказал правильно, но стеснился. Не признался. Дальше что? 2, 4. Соответственно, это наоборот 4, 2, 0, 4, 2. Ну и это очень красивое. Только 3. 3, 0, 3, 0, 3. Вот. И мы видим, что есть некоторые строки, в которых нули есть. И некоторые строки, в которых нули нет. А если я нарисую таблицу умножения по модулю 7, а не 6? Что я обнаружу? Ну, я постепенно уже двигаюсь вот к этим таблицам. Но пока я хочу составить таблицы не только по модулю простых чисел, а и по модулю составных тоже. Вот 6 было составное число, а вот таблица по модулю 7. 7 простое число. Давайте посмотрим на эту таблицу умножения. Ну, первая строка всегда одинакова. Более того, здесь на самом деле все отражается. То есть здесь будет 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. То есть вот это вот окаймление, оно очевидное всегда. А вот дальше смотрим. Ну-ка. 4, 6, 1, 3. Значит, следующее будет 5, 3, 1, 6, 4, 2. Не следующее, а через. Так, здесь что будет? 3, 3х2. 3х3. 2. 9 это 2. 3х4. То есть 5. 3х5. 1. И здесь наоборот 4, 1, 5, 2, 6, 3. Они визуально друг от друга отличаются. Чем? Капитан очевидность заявил, что размером, да. Несомненно. А все-таки еще чем? Нулей нет, да? Нулей нет. Ну действительно, смотрите. Вот таблица по модулю 6. 6 это дважды 3. Это не простое число. Оно раскладывается на множители. Ясно, что во второй строке и в третьем столбце тогда будет 0. Потому что будет 6, а 6 это 0. С другой стороны, здесь нулей не может быть из-за вот этого утверждения. Мы берем номер строки какой-то, еще номер какой-то. Но предыдущие-то числа, они же не делятся на 7, да? Все остатки делены на 7, не делятся на 7. Ну и так про любое простое число будет. Ну и произведение, значит, тоже не будет делиться. Потому что вот лема доказана. То есть мы на самом деле доказали, что те таблицы, которые по модулю составных чисел, те содержат 0. А те, которые по модулю простых чисел, они нулей не содержат. Но тогда, тогда ясно, что все числа здесь разные. В каждый из строк. Тут, ну как бы, по модулю 7, конечно, это можно просто увидеть. Но если я по модулю 101 наберу, это не так просто уже увидеть, да, будет. То есть таблица 100 на 100, в которой остатки будут перемножаться. Там берете 73, умножаете на 94. А то, что получится, нужно еще взять остаток отделения. У того, что получится, надо взять остаток отделения на 101 и вписать таблицу. Ну и из какого-то рожна получается, что все вхождения в каждой строке различны. То есть все 100 вхождений в каждой строке вот такой большой таблицы будут различны. Я сейчас это докажу. Это уже не очень сложно. Это все следует из вот этого. Значит, утверждается, что что для двух разных остатков никогда не будет, что при умножении на какой-то еще остаток будет вот это равенство такое. То есть если а не равно b, то ах не равно bх ни при каком х из 1, 2 и так далее, p-1. Ну то есть ни при каком х, который не делится на p. Но если х делится на p, тут нечего говорить. Оба они равны нулю. А вот если не делится, то я утверждаю, что они даже равны друг другу, не могут быть. Это усиление основной лемы. Это усиление основной лемы. Ну как доказать? У кого есть идеи, как это доказать? Ну от противного, конечно, правда? От противного. Если они были бы равны, да? Доказательство. Если ах равно bх, ну если остатки а и b не равны друг другу, можно в принципе считать, что а меньше b. Ну если а больше b, поменяем местами, правильно? Какая разница, да? Значит будем считать, что а меньше b и будем доказывать, что в этом случае ах не равно бы х. Я уже про меньше больше ничего не утверждаю. Потому что после взятия остатков уже может быть любой порядок. Но я утверждаю, что они не равны. Действительно. Если бы они были равны, то смотрите, я вычитаю из этого и это. Что получится слева? Ноль. А справа? x на b минус а. Да, b больше чем а. Значит b минус а какой-то остаток. x тоже какой-то остаток. Значит ни тот, ни другой не делится на p. Значит произведение не должно делиться на p. А равенство нулю это в точке означает, что произведение делится на p на самом деле. Противоречие, да. Противоречие. Значит не может такого быть. Если бы мы взяли два разных остатка, то при умножении на любой ненулевой остаток получаются тоже разные остатки. Вот. А значит все вот эти вот разные. Все они разные. А сколько их? p минус один. И все ненулевые тоже по этой леме. То есть здесь написаны в общем случае, в данном случае 6 разных остатков, а в общем случае, в данном случае 6 разных ненулевых остатков, а в общем случае p минус один разных ненулевых остатков. Понятно, что по принципу Дерихлея это означает, что они все там просто. Все остатки вообще. Что если бы кого-то не хватало, то было бы p минус два, не повторяющихся, да, так не может быть. Вот. Значит, соответственно, на самом деле остатки будут все. А значит, можно делить один остаток на другой. Делить два остатка. Вот если был остаток А и остаток В, то всегда существует вот такой вот остаток. Не дробь, не дробное число, а такой остаток где-то здесь, что при умножении на В, он дает остаток А. То есть есть деление. Это называется... Остатки образуют поле, страшным словом. Остатки образуют поле. Да-да-да, кольцо в любые образуют, а поле только это по простым. Если по простым, то поле. Всегда можно делить. Но нам, на самом деле, для доказательства номер один малой тюремы фирма, в общем-то, уже достаточно того, что в каждой строке все остатки разные. И все перечисляются не нулевые. И я сейчас из этого уже выведу первый способ. Первым способом уже ее докажу. Так. Ну что, готовы к подвигу номер один? Да. Значит, мы благодаря основной леме установили, что в таблице умножения по модулю П нет нигде нулей, и в каждой строке перечисляются все остатки. Все до единого. Теперь я стираю. Да, и можно делить тоже заодно, но это так, побочное. Так. Стираем. Я оставлю для наглядности вот эту вот таблицу. Если будет плохо понятно на символах, мы будем обращаться к помощи этой таблицы. А вы нас покидаете? Нет, я вернусь. Я вернусь сейчас. Так. Итак. Обратимся к условиям вот этой теоремы. Речь идет о том, что я взял какое-то А, не нулевое, то есть какую-то строку, и ее номер возвел в П минус первую степень. И утверждаю, что она равна единице как остаток отделения на П. Перечислим все подряд остатки отделения на П. А дальше перечислим все подряд вхождения вот этой строки. Ведь здесь что на самом деле написано? 3, дважды 3, трижды 3, четырежды 3, пятьжды 3, и шестьжды 3. То есть вот в этом случае в качестве иллюстрации вверху написано 1, 2, 3, 4, 5, 6, а внизу умноженные на тройку они дают 3, 6, 2, 5, 1, 4. Наборы друг с другом, вот эти два набора, они как наборы чисел полностью совпадают, правильно? Только порядок разный. Тогда если я перемножу первый набор и перемножу второй, будет одно и то же. Правда же? Ну что, я написал 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6, а здесь 3 на 6 на 2 на 5 на 1 на 4. Но вы же знаете, что умножение это не важно как, да? Значит, и там, и там будет произведение, знаете, такой значок факториал. И там, и там будет 6 факториал. В общем случае это выписывается так, что в одном случае будет P-1 факториал, и в другом случае тоже будет, вот здесь будет P-1 факториал. То есть P-1 факториал равно вот такому произведению. Ну, естественно, по модулю P все. То есть тут не утверждается точное равенство, да? Утверждается только то, что остаток от деления будет одинаковый. Понятно, да? Да. Ну вот, как бы иллюстрация вот здесь. Здесь получилось 6 факториал, и здесь получилось 6 факториал. Но здесь же на самом деле что было? Здесь было 3 на 2х3, на 3х3, на 4х3, на 5х3, и на 6х3, если смотреть только остаток. То есть как остатки от деления на 7, внизу написано, ну и что? Это такое, я могу 3 из каждой скобки убрать, вынести. Что получится? Сколько троек? 6, то есть 3 в шестой. Умножить на что осталось? 6 факториал. То есть 6 факториал умножить на 3 в шестой равно 6 факториал. Сокращаем, потому что полейми, что не могут быть одинаковые. И все, и получаем 3 в шестой равно единице. Ну давайте доведем это вот здесь. ну это же по модулю p все. Итак, p минус 1 факториал равен а в какой степени? Как раз p минус 1. Тут же сколько этих скобок перемножается? p минус 1 скобка. Значит равно а в p минус 1. А что остается? p минус 1 факториал. Значит теперь осталось только сказать, что вот это число не равно, оно не делится на p. Вот это число не делится на p по вот этой лиме. 1 не делится на p, 2 не делится на p, 3 не делится на p и так далее. p минус 1 не делится на p. А значит и произведение 1 умножить на 2, умножить на 3 и так далее на p минус 1 тоже не делится на p. Значит p минус 1 факториал это какой-то не нулевой остаток, какой-то из вот этих. Как ни странно, на самом деле мы знаем, какой это вот этот остаток, это теорема Вильсона, что это минус 1 всегда. Но это мы не обязаны знать. Главное, что он не является нулевым, а значит получается, что 1 умножить на p-1 факториал равно a в p-1 умножить на p-1 факториал по модулю p. А мы знаем, что так бывает только в том случае, если умножались одни и те же остатки. И малотерема фирма первым способом доказана. Зачем же ее доказывать всеми остальными способами? А чтобы лучше ее осознать? У Калмогорова была такая история. Он выступил на семинаре по истории. Андрей Николаевич Калмогоров, великий математик 20 века, один из самых величайших математиков вообще нашего времени, он выступил однажды на семинаре по истории и доказал что-то про новгородскую жизнь. Какие-то про грамоты там, что-то какие-то про тексты, которые на берестяных грамотах. В общем, у него было какое-то научное достижение. Он утверждал нечто про новгород и сказал, что вот доказательства, что сказал начальник семинара. Он говорит, большое спасибо, очень интересный труд, там вот вы начинающий молодой историк, но он не знал, что он математик, видимо. Вот, ну может и знал, но в общем сказал, да, вот у вас будет большое будущее, большое спасибо, но мы не можем принять это доказательство, потому что оно только одно. В истории каждый факт нуждается в, по меньшей мере, там в нескольких разных доказательствах. И Калмогоров пишет в своих мемуарах, что и ушел я в ту науку, где для установления истины достаточно одного доказательства. Да, то есть математику. Но надо сказать, что вот этот скепсис, который в этих мемуаров, чувствуется такой скепсис, что вот у них историков, да, он совершенно не оправдан. В истории действительно нужно иметь много доказательств, иначе очень легко сойти на, как бы, дорожку псевдознания. Это было бы, там, на эту тему можно много рассуждать, но суть в том, что и в математике иногда полезно иметь несколько доказательств одного и того же факта, это просто, чтобы разные методы пощупать. Поэтому сейчас мы проведем еще, ну, как минимум, парочку доказательств мало-терем-фирма. Так. Стираю все вообще, кроме формулировки мало-терем-фирма. Но вы уже помните, вот это основное утверждение. Вы помните, что в таблице умножения не будет нулей. Вы помните, что в каждой строке все будут разные. Вот. И, соответственно, это более-менее все, что на данный момент нам нужно. Теперь я нарисую таинственные диаграммы. На информатике у вас были графы? Точечки и ребрышки, да? Сейчас будет граф. Да-да-да, граф Монте-Кристо будет. Тот самый граф Монте-Кристо. Так. Значит, и так. Сейчас будут картинки. Мод-7 для трех. Что я делаю? У меня есть остатки отделения на 7. Только не нулевые. Другие я... Другие, в смысле другой, последние остатки я не включаю. Ноль не включаю. У меня 6 остатков отделения на 7. Теперь я делаю следующее. Я домножаю каждый на тройку и соединяю точку с той, которая получилась. Прямой направленной стрелкой. Например, 1 с чем соединяю? Двойку с чем? Шестеркой. Тройку. Двойкой. Нет, это по модулю 7. Четверку. Пять. Пятерку. С однеркой. А шестерку? Да. Как называется такой граф? Нет, должны знать. Цикл называется. А вы не знаете? Ну, чуть-чуть. Вы знаете, да, что такое цикл? Да, цикл? Ну, по кругу. Ну, это и так понятно. Вот я пошел по кругу, да? То есть 1 на 3 равно 3. Трижды 3 равно 2. Дважды 3 равно 6. То есть если я написал 1, 3, 3 квадрат. 3 в кубе, 3 в четвертой и 3 в пятой. А потом 3 в шестой. То вот это, ну, как бы, это у меня здесь равно единице. А до этого все они перечислили все остатки по модулю 7 вообще. Но это в данном случае. А если я возьму мод 7, но при этом двойку? Давайте посмотрим на... То есть можно вот такие диаграммы рисовать, ну, для любых простых чисел и любых остатков. Давайте ту же самую диаграмму. Ну, то есть нарисуем ту же самую, только для ситуации, когда у нас двойка. 4, 5, 6. Так, 1 теперь соединяется с чем? Нет, 1 умножь на 2. Двойкой. Двойка. Тройка. Да, пока вообще нет выхода за предел. А вот теперь будет четверка. С однеркой. С единицей. Пятерка. Пятью два. Тройкой. Шестерка. Два цикла. В одном случае один цикл, в другом два. Нет, там сложнее. Там сложнее, да. Там будет сложнее. И чтобы понять, что будет сложнее, предлагаю шестерку. Но тоже пока по модулю семи. Да, пока те же самые вот. Пока идет то же самое простое число. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, это проверка кто и где есть, да? Ну это еще ничего. Я тут в Риге лекцию читал. У них по школе ходит, время по школам ходит гауляйтерская комиссия, которая проверяет не на русском языке, а там ведут. И когда приходят, все переходят на латышский, чтобы сделать вид. А потом комиссия уходит и обратно возвращается на русский. Вот так вот. Но это не во всех школах, а в тех, которые были русскоязычными. И теперь директивно запретили вести на русском языке. Ну там полный рост. Но это не народ. Это хозяева зоокеанские. Ну ладно, про это я не буду сейчас долго говорить. Там как народ, это совершенно не нужно никому. Так, ну поехали, ладно. Умножаем единицу на 6. Так. Теперь умножаем двойку на 6. Умножаем тройку на 6. Умножаем четверку на 6. Три. Пятерку на 6. Шестерку на 6. А, какие разные все. Смотрите, какие все разные. Значит, тем не менее, у них есть общее свойство. И не одно. Давайте их перечислим и поймем, что на самом деле эти общие свойства будут всегда для любого остатка по любому простому числу, когда я нарисую такую схему. То есть если я нарисовал по модулю числа А для какого-то простого, да, вот тут будет модуль А, ой, модуль П, извините, для какого-то А, для ненулевого А. И тут будет некоторая вот структура, которую сейчас вот мы поймем, какие общие у них свойства и почему это должно быть именно так. Ну, по модулю 7 там может случайно много чего быть видно. Но вот что первое видно? Что это всегда объединение циклов. Всегда объединение циклов. Это никогда не бывает вот так. Ну, это понятно, почему? У нас же лемма соответствующая была. Два остатка при умножении на третий не дают равные никогда. То есть если я умножаю на один и тот же остаток А, то если остатки были разные, они в разные места и попадут. Но если вы никогда не можете попасть в одно и то же место из двух разных мест, то информатика. Это либо цикл, либо объединение циклов. Просто информатика, больше ничего. Как еще? Ну вот берете, куда-то идете. Дальше оттуда куда-то идете. Куда? Куда-то в новое, потому что в старое не можете попасть. То есть это чисто информатика. Вы берете и идете. Вот если вот эта штука запрещена, то при построении вы начинаете, идете сюда. А отсюда куда вы пойдете? Ну, нет, либо назад тогда это будет как в этой ситуации, уже цикл двойной, да? Либо пойдете еще куда-то. Тогда следующий шаг. Так, а вот сюда уже нет, сюда уже не может быть. Из-за вот этого запрета. Значит, куда-то еще. Потом опять ни сюда, ни сюда нельзя мне. Куда же? Ну, я к тому, что в конце концов только сюда. У нас просто нет другого варианта. Мы либо плодим количество точек на каждом шаге на единицу больше. Либо возвращаемся в исходную, но исходная только одна исходная. На следующих шагах уже не может быть возвращения, потому что иначе было бы склеивание. Ну и дальше понятно, что будет один цикл, следующий цикл будет. То есть потом смотрим, куда идет следующее при умножении на это число а. Но я утверждаю больше, что это еще не полное описание. Вот так тоже не бывает. Да, все циклы будут одинаковой длины. Вот утверждение, которое я делаю. Почему? А потому что давайте проследим за первым из циклов. Первый начинается с единицы. Что с ним происходит? Тут а, тут а квадрат, тут а в кубе, тут а в четвертой. Ну и в какой-то момент он вернулся сюда. Так? А что было здесь? Здесь было какое-то число b, тут b, а, тут b, а квадрат, тут b, а в кубе. И если вдруг b, а в четвертой равно снова b, то мы сокращаем на b и получаем, что а в четвертой должно было быть уже один. То есть циклы друг с другом довольно сильно связаны. Из того, что мы начали с b, мы не можем, но через пять шагов мы, конечно, оказываемся в b, потому что а в пятой это равно единице по этой схеме. Значит, через пять шагов он точно повторится. А раньше он не может, потому что если бы было, например, b в а в четвертой равно b, это же b на один. И вот противоречие мы можем сокращать в нашей арифметике. И мы бы получили, что а в четвертой равно один, а это из первого цикла неверно. Первым циклом видно, что он на пятый шаг только пошел. То есть они все должны иметь ту же самую длину, как и первые из них, а следственно они все одинаковой длины. Вот это ключевое утверждение. Так, ну что, есть ли героизм двигаться дальше? И все-таки придется. И все-таки придется, да. Движемся дальше. Итак, значит, что мы уже знаем? Что мы уже знаем? Когда мы нарисуем эти циклы... Теперь я стираю все. Вам будут сниться они. Вам будут сниться эти циклы. Рисуночки будут сниться. Итак, мод P для любого A равного 1, 2, 3 и так далее, P-1. Кстати, очень легко выглядит картинка для единицы. Это такие кружочки из каждой точки в себя. Потому что 1 умножить на любой остаток равен этому остатку. То есть все циклы будут длины 1. Значит, для P-1 мы уже знаем, что все циклы будут длины 2, потому что на самом деле P-1 это минус 1. Это A минус A, A минус A. Вот так вот для любого. Точнее, B минус B. Вот так для любого остатка на пару просто разбивается. Значит, и так, вот я рисую. Если у меня первый цикл имел некоторую длину, а он неизбежно должен иметь какую-то длину, то есть до какого-то момента он не повторяется, а потом вот здесь был A в R минус 1, а уже A в R оказалось равно единице. Ну, мы понимаем, что когда мы начинаем нажать на A, мы в конце концов зациклимся и ровно здесь, потому что раньше нельзя из-за этого запрета, что из разных точек в одни тоже не попадает. Итак, мы тогда знаем, что просто вот эти остатки все различные. Вот эти остатки все различные. А следующий уже равен вот этому. Тогда чему равен следующий, а R плюс 1? Чему он равен? А дальше, понятно, все по кругу просто будет бегать. То есть A в степени 2R минус 1 это вот этот, а A в степени 2R это опять единица. То есть если я возвожу в степень остатки, то они крутятся вот так вот по кругу. Вначале перечисляются все разные абсолютно, потом A в R становится равно единице. A в R плюс 1 и до A в 2R минус 1 снова все разные. Ну, в смысле, не разные, а те самые, только по кругу пройденные. И в 2R ты снова один. И вообще, из этого можно вывести, что A в степени, там, ну, N, да, равно единице по модулю P тогда и только тогда, когда N делится на R. Потому что если делится, значит, мы уже пришли вот в этот снова по циклу прошли. А если не делится, то мы делим с остатком, и оказывается, что мы где-то внутри цикла. Поэтому всегда будет вот такое вот очень хорошее равенство. Что же осталось теперь для малой теоремы Ферма? Осталось заметить, что все прочие циклы имеют тоже длину R. Они все одинаковые. То есть, сколько всего получается у нас остатков? R вот таких. R из следующего цикла. R из еще одного цикла. Ну, и понятно, их конечное число. И считаем мы R-ками. А всего их по минус 1. Теорема доказана. Потому что мы доказали, что по минус 1 кратно R, а значит, А в по минус 1 равно 1. Ну, это да, длинное рассуждение уже такое. Ну, хорошо, хотя бы вы потом пересмотрите в интернете это видео, и кто захочет, поймет. Вот. Все видео попадают в интернет, и на канал идут, и все хорошо. По сто раз можете смотреть. Пока не поймете. Это как бы просто, это призыв вот именно на это, да, обратить основное внимание. То есть, раздвинуть всю остальную жизнь. И вот. Да. Ну, короче, вот все, да. Каждый цикл имеет длину R. Значит, по минус 1 делится на R. Равные длины цикла закрывают все остатки неналевые. Значит, количество неналевых остатков кратно этому R. А в R-те равно 1, значит, А в по минус 1 тоже равно 1. Через сколько-то кругов придет снова в 1. Так. Ну, чтобы совсем вас угробить, третье доказательство через бином Ньютона. Сейчас совсем все уже угробим. Значит. Бином Ньютона. Заодно узнаете бином Ньютона, да. А, ну, прекрасно. Тогда. Ну, давайте четвертое я рассказывать не буду. Я третье расскажу, и все. Четвертое доказательство уже не буду. То есть это последнее, что я расскажу. Это через бином Ньютона, кажется. Итак, чему равно А плюс Б в степени Н? Ну-ка, сейчас, сейчас, сейчас. А в степени Н минус. Как минус? Откуда минус взялся? Вот плюс. Следующий, вот здесь коэффициент какой? Почему 2? Н числа считания, да. То есть Н. А в Н минус первый Б, да? Так. Вы тихо. Кто скажет следующий, следующий коэффициент? А в квадрат. А вот здесь что? Больше. Так. Что-то из Н и Н минус один надо составить. Число сочетаний из Н по два. Н на Н минус один пополам. Но это, это я доказывать сейчас не буду. Я сейчас просто... Они знают эти коэффициенты через треугольник Паскаля. Через треугольник Паскаля, да. Но на самом деле нам понадобится именно форма коэффициентов. То есть вот как... А число сочетаний из 50-х? Чуть позже, да? Ну, в общем, чуть позже вы узнаете, что типовой, типовой слагаемой выглядит так. Н на Н минус один, на Н минус два и так далее. На Н минус К плюс один. Внизу К факториал, то есть К на К минус один на К минус два. А в степени Н минус К, Б в степени К. И дальше поехали и так далее. В конце будет, соответственно, Н, А, Б в Н минус первый и, наконец, Б в Н. Вот это вот называется бином Ньютона. Здравствуйте. А вы пока думайте над этой формулой. Я думал, у нас всех в психушку сейчас заберут за такую сложную математику. Я думал, сейчас санитары пришли. Все, все, здесь закончился путь, да? Популяризатора математики Алексея Саватеева здесь повязали и отправили в психушку. Чтобы не ездил с лекциями по всей стране больше с математикой, да? А заодно и всех учеников, как уже зараженных математикой. Все, да. Так, ну вот. Значит, вот это формула бинома Ньютона. И вы ее будете всю жизнь, она вас будет преследовать. Вот где вы не будете учиться, где бы вы не учились, вас будет преследовать формула вот эта, которая здесь написана. А теперь внимание. А теперь внимание. Сейчас я везде с отруены напишу П и буду предполагать. Не, не, все хорошо. Мы тут обсудили, что пришли забрать психушку, чтобы перестал ездить по городам с лекциями. Теперь я заменяю Н на П. То есть я теперь хочу, чтобы это было простое число и хочу кое-что интересное увидеть в результате. Вот везде, где Н, везде будет П. Всюду. Вот всюду будет П теперь. Сейчас я напишу, что у меня получилось. Вот еще оно. П вот здесь, в этой степени. ПА в П-1Б. Плюс П на П-1 пополам. А в П-2Б квадратный. Здесь П-П на П-1. На П-2 и так далее. На П-К плюс 1. На К факториал. Тут П в кат. И тут, значит, ПА в П-1Б. П-1Б. Все. Но это я ничего не сделал. Я просто заменил Н на П и все. А вот теперь, внимание. Я утверждаю, что любой вот этот вот биномиальный коэффициент, как его правильно назвали, делится на П. Любой. Каждый центральный биномиальный коэффициент делится на П. Значит, смотрите, какое доказательство. Давайте вот это у меня, да? Вот это вот, вот это все. Вот это все. Вот эти все. Они на П не делятся. Они меньше П. Вот эти все. Значит, их произведение тоже на П не делится. Правильно? Значит, можно написать П умножить на какое-то альфа, которое не делится на П. Но внизу тоже что-то, что на П не делится. Потому что К факториал, мы, видите, мы до П еще не добрались, а все предыдущие факториалы, они на П не делятся. Они произведение чисел меньших П. Соответственно, вот я все еще эту лему держу. Вот. Поэтому здесь бета, которая тоже не делится на П. Но вот это целое число. Потому что это же количество сочетаний. Это целое число. Значит, вот это число равно какому-то целому, например, Л. И получается, что Л умножить на бета равно П умножить на альфа. Ну, это просто вот я бету перекинул вверх. А теперь смотрите. Здесь число, которое на П делится. Значит, эти два числа при умножении дают число, которое на П делится. Бета не делится. А? Следственно, Л делится. Значит, из этого следует, что одно из них должно делиться, иначе произведение не будет делиться по той или иной. А значит, Л делится на П. Что и требовалось доказать. То есть, вот это делится на П. А значит, по модулю П формула бинома Ньютона выглядит гораздо проще. Как бы вам хотелось ее видеть в таком виде всегда. А плюс Б в степени П равно А в степени П плюс Б в степени П. Круто, да? Значит, бином Ньютона по модулю П выглядит вообще вот так вот. А плюс Б в степени П равно А в степени П плюс Б в степени П. Вот и все. А отсюда до доказательства того, что я вам обещал, два шага индукции. То есть, один шаг индукции. База и шаг индукции. Ну, давайте даже без индукции обойдемся, чтобы было не нагружать дополнительно мозг. Я же еще обещал сноутерему арифметики доказать. Я забыл. Вот. Итак. Смотрите, внимание. Один в степени П равно один по модулю П. Что тут доказывает, да? Один, оно есть один. А что такое два в степени П? Это один плюс один в степени П. О, а это же один в степени П плюс один в степени П. Потому что А плюс Б в степени П по модулю П равно А в степени П плюс Б в степени П. А это один плюс один, то есть два по модулю П. А что такое три в степени П? Это два плюс один в степени П. О, а это два в степени П плюс один в степени П. Про 2 в степени p мы уже знаем, что оно равно 2. Про 1, что оно равно 1. Значит, это 3 по модулю p. Ну, ясно, что и так далее, да? То есть я докажу, что a в степени p равно a по модулю p. Всегда. Ну, если a не нулевой остаток, то просто написано, что a на a в p минус 1 равно a на 1 по модулю p. Ну, сокращаю, получаю малотеремофирма. Все. Иногда ее в таком виде говорят. То есть иногда малотеремофирма звучит так, что вообще для любого a, a в p равно a по модулю p. И здесь она будет верна уже и для тех, которые делятся на p. Ну, она просто очевидна для них. Если a делится на p, то и p в степени тоже будет делиться на p. Ну, а так, на самом деле, это эквивалентное утверждение просто. Можно сократить. В одну сторону просто умножил на a, а в другую сократил, если a не делится на p. Ну вот, вот такое вот доказательство номер 3. А доказательство номер 4 через карусели я уже не буду рассказывать. Через катание на каруселях. Я вместо этого докажу основную теорию арифметики из этого утверждения. Итак, любое число можно разложить на множители. Простые. Любое. Ну, вы раскладываете и раскладываете себе. Пока выделяются множители и раскладываете, да? Потом закончилась ситуация. У вас больше нет, нечего раскладывать. Все, которые входят в разложение, уже простые. Теперь вы как-то по-другому разложили. Может и такое быть. Предположим, что такое может быть. И что есть такие числа, что они по-разному раскладываются в произведении простых. Предположим, что они есть. Если они есть, то можно из них взять самое маленькое. То есть 1, 2, 3, 4 и так далее только одним способом раскладываются до некоторого d. А вот d раскладывается уже двумя. То есть вот у меня все предыдущие одним способом. Ну, а d это p1, p2, так далее pR. Ну, а оно же q1, q2, так далее qL. Так? Теперь внимание. Если оно самое маленькое из тех, которые имеют два разных разложения, то здесь нельзя ни на что сократить. Иначе мы получим еще меньшее число, тоже имеющее два разных разложения. Согласны? Верите мне или по-настоящему согласны? Математически нельзя верить, надо проверять все. Готов проверить. О, это хороший ответ. Готов проверить. Значит, если это минимальное число, которое по-разному раскладывается в произведении простых, то ни одно это не равно ни одно этому. Иначе сократил и получил еще меньшее, которое тоже по-разному раскладывается. А теперь смотрите. Теперь противоречие ясно сразу, потому что если это число не равно этому, то оно на него не делится. Это же простые числа, да? И это число тоже на него не делится. И это число на него не делится, они никто на него не делятся. Но тогда по этой леме их произведение тоже не может на него делиться. А здесь в явном форме написано, что D равно Q1 умножить на какое-то целое. То есть в правой части написано, что D делится на Q1. А из лемы следует, что D не может на него делиться, потому что ни одно из множителей не делится. Вот, собственно, и все. Основная теория арифметики полностью доказана. Значит, таких чисел нет, а значит, все представляются единственным способом. Ну, вот это посвящение математику. Основная теория арифметики — это посвящение математику. А это уже немножко более глубокий результат, мало-теория арифметика. Ну что же, на этом я вас отпускаю. Ну, пожалуй, еще раз скажу, что я вас приглашаю на все наши ресурсы. Давайте канал я снова здесь выпишу, а все остальные ресурсы вы уже видели. Значит, главный ресурс — это канал. Мат-культ-привет, как физкульт-привет бывает, это мат-культ-привет. Математический привет такой. Вот. Ну и все-таки на сайт тоже зазываю. На сайте будут, на сайте есть куча всего, всякая всячина, в том числе 100 уроков математики. Вот всем, кто сегодня, всем, кто сегодня понимал, ну там, более половины, даже если более половины, то уже категорически рекомендуется 100 уроков математики. Они вас ведут в профессию просто, то есть как бы они вам дадут такое знакомство математики, да, в профессию математика. Они вам дадут такое знакомство с математикой, которой будет достаточно, чтобы заниматься любыми точными науками, инженерными науками, программированием и так далее. Продолжение следует...